Веряний Ведьмак должен был встретиться с Нильфгардским агентом по имени Генрик, который пребывал в этом опустошённом войной краю инкогульта. Его основным заданием был сбор сведений о цели. Должен был встретиться, но пока ещё этого не сделали, что сегодня постараемся исправить. А я вас приветствую, друзья, с вами Верус, продолжаем играть. Ведьмака, ну вот, предложили выпить бандюкам, они согласились. А почему бы и вот так вот мирно, спокойно, доброжелательно не решать конфликт? Да, это в духе Ведьмака. Это именно в его духе. Пошлите, посмотрим как раз-таки, куда нас товарищик хочет завести, что он там хочет нам предложить, в тёмный угол завести, да? Какой-то подозрительный он извращенец. Ну да ладно. Спасибо, Милдзарь, что не стали затевать свары с этими поганцами. Я ни в свои дела не лезу. Желаете, Милдзарь, остановиться в моей корчме? Нет. Ага. Мне надо только узнать, где Гендрик. Он живёт в селе Вересковке. Не знаю. Где это? За пригорком. Утру зарево там полыхало. Может им перцы напали. Что ты знаешь о нём? Кто такой Гендрик? Странный он мужик. Пришёл неведомо откуда. Не понять зачем. Пригрел при себе вдову. У неё мужа за кусок хлеба забили. Стал с ней жить. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся и тут же пропадает. Спасибо, корчмарь. Нильфгардский связной. Так, всё отлично. Запись работает. Ну, насчёт барона. Да, я согласен. Мне кажется, я даже видел какие-то фрагменты. Порой там урывками. На гифках его. Так что... Так что ещё действительно будет шанс познакомиться. Ну, скорее всего, это у меня есть предположение насчёт этого самого барона. Что он такой, как он выглядит. Так, а чё у нас здесь? Ничего интересного. Просто чёрный вход и выход. Давайте почитаем доску объявлений. В принципе... У тебя есть молоденькая дочка. Ну, так и шо? Как-нибудь не успеешь её спрятать. Слышишь, дед? Так вот, посмотришь, как все наши парни с нею любятся. Это всё? Всё. Могилой деточки вам клянусь. Господин. Лови. Жарите досада. Спасибо вам, господин. Куда вы сгодитесь, ежели с голоду передохнете? Хе-хе-хе. Ну, так вот. Нежеская вода. Мне казалось, в первой главе, и вот я к доске подходил, и не обязательно было собирать всё, что там висит, чтобы получить задание. Типа, вопросительные знаки и так появлялись. То есть, почитал, какие-то вопросительные знаки появились. Можем ради интереса. Точно так же я здесь почитал, появились вопросительные знаки. Сейчас проверим эту теорию. Такую небольшую. Ну, то есть, даже читать сейчас не будем. Ну, там я как-то... Новая отметка. Видите, неизвестное место. То есть, подбирать их не обязательно, но какие-то отметки появились. И, по сути, мы их прочитали. В вопросительные знаки доска объявлений висит. Но, может быть, действительно, чтобы они исчезли, стоит взять эту бумажечку. От хозяина Хармчиф. На распутье плоти Новиградскими. Ну, в принципе, это мы читали. Предупреждение. Люди добрые, если где в лесу увидите, что ветки тоже читали на другой доске. Люди добрые. Вчера наш Фалибор умер. В общем, это тоже читали на другой доске, в другом городе, но читали. Брат мой родной, Микель, пропал. Кто его найдет и целого дома приведет, или же знает, что с ним случилось, тому денег на награду не пожалею. И барона словечка за того замолвлю. Найти меня можно у Хармчира. О, Бруно. Кстати, к нему можно подойти, получается. Люди добрые, жальтесь, помогите мне в беде. Жена моя, Ганна, пропала. Пошла несколько дней назад в лес и до сих пор не вернулась. Я уж не знаю, что и думать. И заплачу любую цену тому, кто мне ее вернет, или хотя бы скажешь, где ее искать. Ну, про охотника тоже, кстати, это читали. Ну, тут можно разыскивается Микель, Бруно, пропавшая жена. А вот это все-таки задание, скорее всего. И сейчас проверим. Либо к Бруно просто подходить и все. К Бруно подойти, поговорить. Как задание здесь не отобразилось. А, вот, Дикое Сердце. Дикое Сердце, а ну-ка, отслеживать. Заказ пропавший брат. Да, это задание взялись. Именно когда я взял источник. Нет ли у тебя чего пожрать. А то я голодный, что твой волк. Дочку где прячешь? Дочку где прячешь, расскажи. Там горит арбалет я где-то. В городе, в который, в принципе, мы еще вернемся. Заходил в эту хатку, но не спалил. Ну, вернемся, заберем, посмотрим. Обязательно. Так, здесь галяк. Кузнец, а... Че ты какой-то... Кузнец... Бесполезный кузнец. Я хочу сказать. Не торгуешь, не куешь. Не помогаешь, не забьешь. Пошлите к Бруно. Мне сразу этот мужик показался. Неспроста. Ну-ну-ну, заходи. Неспроста ты тут сидишь. Как вовремя! Я по поводу заката. Я так понимаю, для меня есть работа? Да, насчет брата моего Миккеля. Он забрал баб из кузницы и повел их в горы. Неделю тому как. Баб из кузницы? Кузница. Богатая деревня была. Пока через нее войско не прошло. Хаты сожгли. Кладовки объели. Мужиков в рекруты забрали. Ну и остались бабы одни. Ни еды, ни крыши. К себе взять их никто не хотел. В Новигра Триданс их не пустили. Ну так Миккель повел их старым шахтам. Там хоть от дождя можно укрыться. И теперь от них ни слуху, ни духу. Ну давай... А на халяву работает. Ну ладно, поищу твоего брата. Как его узнать? Да это не трудно. Он там на всю компанию единственный мужик. А вообще... В таком состоянии, что трудно определить пол. Останки? Сплюньте. Самая большая дорогу перепутал. Ну а если что... Были на нем опорки из телячьей кожи. Сапожник подошвы делал. Я ему говорил. Не ходи в них в горы, попортишь только. А он ими так гордился. Этого должно хватить. Спасибо. Пропавший брат. Брат ты мне или не брат? Далековато в эту сторону нужно идти нам, да? Искать заказ пропавший брат. Ну типа... Задание сложное. Там наверняка будет стража какая-нибудь. Офигеть. 33 уровень. Ведьмачьи заказы. 33 уровень. Нехило. Поговорить с охотником. Погребальные костры. Вернуться к нему. Нам полную коллекцию. Гвинт. Гвинт. А ну-ка, дикое сердце. Куда нам нужно идти? Дальше. Дальше в эту же сторону. Все дальше и дальше и дальше. Разберемся. Разберемся. Давайте сейчас посмотрим основное задание. Куда? В Гальцкий связной. Карта мира. А в ту же сторону. На самом деле. Давайте вот этот аппендицит. Тогда разведаем. Посмотрим, что здесь интересного. Можем даже метку поставить сразу. Отправимся. Отправимся. Посмотрим. Все эти места зачекаем. И уже. Двинулся. Дальше. Потолкаемся. Не? Правильно. Молчите. Ничего вам говорится. Кармча на разбудь. Платва. Я тебя вижу. Ну че ты выпендриваешься. Камон, 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 камон. Милая платва. Пошла. Пошла. Правильно. Молодец. Ты знаешь, что он в ритме убирает. Опять собаки? Да. Спускаться отказываешься, да? Твои сородичи из Скайрима разочарованы, Платва. Давай, Платва. У этих собак даже не хочу время тратить. О, аппетит. Еще можно сдаться. А здесь-то лагерь. Ну, вот так. Ну, пиздец тебе. Оп. Слетела голова. Случайно. Твоя была? Что ли голова? Ты хочу накинуть. Сейчас урон будем улучшать. Кузнецу надо подойти. Кстати, кузнеца освободил. Надо будет, может быть, к нему сейчас и смотаться. Чтобы улучшить оружие, собрать, который вариант мы нашли. Ну, опять сбил горения. Ну, опять сбил горения, ничего страшного. Был чувак. Был чувак и нет чувака. Бандюков мы не жалеем. Так, чертеж, комбинезончик, комбинезончик. Все, собираем. Остатки от вас лутаем. Ремонтный набор. Это хорошая штука тоже. Палатки. Палатки, палатки. Без возможности туда зайти. Такая охранная система этих палаток работает добротно. Хорошо. Следующую метку. Скорее всего, тогда сейчас даже развернемся. И, может быть, на кораблике проплывем вот сюда. Я так понимаю, это быстрый переход по этой локации. Локации. Переберемся к кузнеца навести. Мы дальше будем уже. Нет? Нет. О, да у вас тут... Толпа. Горит. Съешь кусок мяса. Ой-ой-ой. В воде. Давай поаккуратнее. Ой-ой-ой-ой, Гераль. Мне так нравится, как бы он прыгивает. Когда он отпрыгивает, это вообще божественная тема. Да, когда оружие наносит малый урон, это, конечно, плохо. Это... Это неприятно. Но подправим. Поправим это все. Все это мелочи. Главное, быстрее. Здесь что-то сегодня. Скотина. Что ты думаешься? Вот так гори. Танцуем. Вот. Загорели сразу несколько. Горите, псы. Та-да-да-да. Сюда мне интересно было сжечь имена. Так, роголистик какой-то здесь. Печень, мазки. Ну, какие-то головастые. Какие-то они очень упыри попадаются. Там ласточкина трава. Идем дальше. Смотрим, там какая-то деревушка сгоревшая, судя по всему. Или даже блокпост. Наверняка сюда нас и ведет дорога. Да. Сокровище под охраной. А что за водяной охраняет это? Иди сюда. Квен. В первую очередь накладываем. Я бы сейчас еще, может, в какую-нибудь маслица. Ну, че, уже раз. Пошло дело, да? Против зверей. Против проклятых. Против трупоедов. Ну, это скорее что-то вроде проклятых будет. Сейчас посмотрим. Угадал я или нет? Да, водница. Причем считается Сложным. Собьем. Ничего страшного. Твое горение. Суда водница. Ай, назад. Бесполезно-то отпрыгивать. А может я попытаться так? Грязица-грязица. Со мной не возиться. Упс. Но долго-долго ее так буду гасить, конечно. Можно сокровище спереть. Конечно, водицу эту ошеломить и пока сокровище залутать просто. Но раз она такая мощная, да? Здесь сейчас частенько попадаются все-таки выскоуровневые соперники. Ну и грузится эта локация значительно дольше. На первой локации прям... Прям залетали загрузки. Это все на SSD-шнике не остается сейчас. Так, 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 так. Нет? Пока не убьем, залутать нельзя? Да, косяк. Да чтоб тебя, ведьмак. Давай идем дальше. Посмотрим, что у нас. А тут люди какие-то. Это че-че-че-че за лагерь есть? Нет. Это даже городок получается какой-то. Прям рядом с этой... Болотной тварью. А про нее ничего тут не сказано. Призрак, утопец нет. Надо ее сначала завалить. Потом нам что-нибудь про нее расскажем. Есть кто-нибудь на внятном языке говорящий? Я видел тебя ввызи. А я тебя нет. Есть внятноговорящий? Поговорить с кем можно, а? Немугальский офицер. Короче, бесполезный лагерь. Да слезти сколько хочешь. Вот честно. Хочешь даже это... Походи со мной. Стражники. Будете реагировать? Не, вообще их не смущает. Этих стражников не смущает. То, что я забираю все с их лагеря. Такие стражники мне нравятся. Угу, 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 угу. Надо кузнецу. Баллиста. Классная штука. Труп. Ну, лутать его нельзя. Короче. Крайне бесполезный лагерь на данный момент. Ну, кроме того, что пару каких-то вещей нашли. Потому что, наверное, все это бесполезно. А, клад. Еще очередной клад. Ну, хоть так. Абичью шкуру. Лутаем. И теперь лишь нам нырять. Погнали, Геральт. Где-то здесь еще куртопцы обитают. Все, погнали, погнали, погнали. Нормально. Третий ушел от нас. Третьему пофигу. Что его братья погибают? Сапоги. Если так стали. Он не сказал бы, что сокровища. А что не забрались? Или тут сокровища еще есть? Судя по всему, это не все. Так. Пришел мстить? Не судьба. Всплывай. Всплывай, дружище. Где-то здесь еще должен быть клад. Я вижу лишь траву. И все. А, хотя вот, 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 вот. Прямо подо мной еще один сундук. Все правильно. Место не залупано. А теперь все честно. Всплывай, дружище. Где там кораблики? Будем возвращаться, получается, на транспорте. Мне нужен кузнец. Потому что с таким уроном это капец. Сейчас будет так. Не слышал, а бригаде врит. Желень духа. Не слышал и не слышал. В принципе, не хочу. Не особо интересует. А это реально прям кораблик просто на воде стоит. Я думал, именно пристань будет. Нет, кораблик. Ну окей, хорошо. Как-то с ним можно взаимодействовать. Сейчас это сделать невозможно. Подозвать лошадь. А корабль? А как же? О! Не знаю, зачем, но я запрыгнул сюда. Меня должны научить, судя по всему, его использовать. Сейчас нельзя. Сейчас, говорят, еще слишком рано. Я еще слишком молод, чтобы это делать. Ладно, погнали. О, лодки. О, лодки. Чтобы сесть в лодку, нажмите Е. Окей. Здесь нужно подойти все-таки. Вот сюда. Ай, хорошо. Замечательно. И реально нужно плыть. Неожиданный подход. Я все-таки думал, это быстрые будут переходы. От места к месту напоминает. Ну, как? Это скорее в обратном порядке должно напоминать. Ну, в метро, да, в исходе, когда нечто подобное было на Волге. Просто брали лодку и плавали. Быстрый переход. Вы можете использовать быстрый переход, находясь на лодке, но отправиться вы можете только туда, куда можно попасть по воде. Для быстрого перехода на вот такую эти карту стоюру, румплера, вы сможете отправиться в любое место с метро. Ай, замечательно. Можно все-таки. Спасибо. Вовремя вы мне сказали об этом. Прям, прям вот отдельное спасибо. Отдельное спасибо. И здесь, говорят, ключ от сундука лежал прям рядышком. Так что сокровище от нас не скроется. Сокровище мы эти заберем. И дальше уже пойдем. Особенно забавно, если все клодки к одной подвести. Транспортный слез. Куты, лунный клинок, реликт. Сейчас посмотрим. Клад неплохой. По крайней мере, по редкости повыше, чем у меня есть. Метку тогда снимаем оттуда. И идем в деревню. Даже здесь, получается, одинаковые задания. Все снялись с доски. И тут объявление, и тут сразу. Идем в деревню. Мне кузнец нужен. Очень как нужен кузнец. Цветочек дьявола. Броня? Ну, даже хуже. Эти кавалерийские перчатки. И эти сапоги хуже топорника. Как-то нехорошо так. Есть лунный клинок. Вот он по урону, конечно, круче. Серебряный причем лучше. Его можно и улучшить. И смотрится он красиво. Его можно улучшить. Малый рунный камень. Малый, малый. Рунный камень. Марина. Шанс вызвать отравление. Шанс вызвать горение. Чтобы улучшить свойства клинка. А это шанс выбить из равновесия. Вызвать заморозку. И горение, и заморозку. Давайте их используем. Раз. Выбить из равновесия. Попробуем. Два. И шанс вызвать отравление. Три. Ну, хоть так. Клинок действительно стоящий. Сюда не зря вернулись. Сила атаки против трупоедов. Масло против трупоедов. Ну, это мелочи. Это вообще не играет никакой роли. Обычно теперь оружие еще улучшить. И будет такая симпатичная ситуация. Застряла. Застряла платва. Не игнорируй нас. Погнали. В принципе, этими дорогами мы уже ездили. Тут ничего такого сверхъестественного не увидим. Ну, стражников тут. Можем врезаться в них. Если бы это их агрило, было бы забавно, конечно. С другой стороны, было бы жестоко и несправедливо. Случайно платву занесло. Получай конфликт со стражниками. Так, я к городу пришел. Сейчас. Блюдо. Зачем у меня сломанной грабли? Мне нужен кузнец. Где он? Радостные вести. Наши сородичи, томившиеся в плену, были освобождены и возвращаются домой. Особенно рады мы возвращению кузнеца. Мы благодарим таинственного странника, спасшего добрых людей от печальнических. Спасибо, но это мы. Хотя спасибо не звенит в кармане. Боги тебе в помощь. Ты ведьмак? А ну-ка. А в чем прикол? Разбежались. 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 Они дают... А, вот, дают дверь сломать. Серебряная руда, еще чертежи, дневничок. Собираю. Да не паникуйте. Цветы. Уголь, шкура белого волка. В остальном все здесь тихо и спокойно. Все, не визжи, не визжи, не визжи. Ну, пропусти все. Все, раз вы награды не даете... Мы найдем ее себе сами. Что, говорят, если убежать, они забудут? Давайте попробуем. Потеряйся, называется. Нет, в дом нельзя. Приведите беглеца. Педстражники достали. Ну, то воруешь вам пофигу, то вы такие... Сознательные. Да используй ты. Ну, давай. Где-то тайник. Забудьте. Да долго будем сражаться, конечно. Долго. Ладно. Короче, загрузку. Сознательно-несознательные, блин, стражники, а. Мерзавцы. Вам-то какое дело? Че вы лезете? Че вы лезете к человеку? День добрый. Гниющим мясо. Приходится вот радоваться гниющим мясу. Тоже все, блин, благодарят, но не написано, кому обратиться этому таинственному спасителю нужно. Еды, в принципе, действительно много. На соты можно будет продать. Сломанные грабли в шкатулке хранить. Интересный вариант. Этих сломанных граблей тиза. Кребли-кребли-группс. Где кузнец еще? Кого спросить? Почему? Почему этот кузнец не обозначен на карте? Вы рады ему возвращению, но где он? Глаз у тебя недобрый. Кто б говорил. У тебя голос вообще мерзкий. Как тебе такой, а? Подход. А, вот он, кузнец все. Оружение. А-а-а, мой защитник. И снова спасибо за помощь. Говори с доской, да? Называется. О, сыграть можно в Гвин с ним. Либо чтобы он показал. Давайте, пусть покажи, что у тебя есть на складе. Потом попросим его что-либо сделать. Он оружейник. Продадим ему сейчас весь вот этот хлам. Тупой топор. Так, доспехи сейчас не тронем. Больше ты ничего и не купишь. Можно у... Хотя улучшенное седло я уже одевал. То есть я находил улучшенное седло и применял его. Так что у нас платва не обделена вниманием. Платвы все хорошо. Карту у тебя нет. Хотя ты в Гвин неплохо вроде бы готов поиграть. Ремесло. Комбинезон. Есть все детали. Но пятый уровень. Акетон. Доспех. Комплект. Перчатки. Мусор. Штаны. Похуже штаны. Но это проверяли. Все похуже. Череночек. А где оружие? Тут ремесло. Ты как-то только доспехи предлагаешь сделать. Вес 1,74. Необходимый уровень 3. Броня будет чуть лучше, чем у меня есть. В принципе комбинезон похож. Здесь это как раз таки я курточку продал. Бронник. Ученик. Требуемые инвиденты. Акетон. Но здесь пятый левел. Мне нужно еще прокачаться для начала. Давай отремонтируем. Хотя бы так. Доспехи можно проигнорить. Доспехи я буду менять. Меч хороший нашел. Безусловно. Но разбирать ничего не будем. С мечом. Нехорошо. Рецепт есть. Оружия нет. Убрать. Разобрать. Сыграем гвинт. Тогда с тобой. Чтобы сделать ставку. Выберите сумму. Ну сыграем на пятеру сейчас. Ради интереса. Что скажешь на счет партейки гвинт. Символическую сумму возьмем. Посмотрим что у него за колода. Добро пожаловать. У каждого управлять своими колодами. Окей. Фракции. Переключаясь между фракциями. Каждая есть свои уникальные карты. Это нам рассказывали. Лидера. Всех возможных. Икс. Выбрать подсвеченный. Окей. Погнали. Карты в колоде. Карты 22. Сейчас в колоде не хватает. Переместите. Сделаем это. Сделаем это. Что у нас. Чудовище. Ну у меня нет колоды чудовищ. Не Эльфгарда. У меня только королевство с севера сейчас. Колода. Давай тогда бойцов. Артиллерию. Добавить карту. Окей. Хорошо. Рубайла. Яргена не будем. Яргена не будем. 24. Специальных 8. А. Погнали. У тебя монстры. Интересно. Выберите карту, которую хотите помешать. Так. Артиллерию. У меня здесь, кстати, сейчас много арты. Так что ты пригодишься. Дождь смердит ночой. Есть. Кто еще? Снижает силы у всех осадных отрядов на один у обоих игроков. Но дождь мне не нужен. А вот мугла может пригодиться. Так что сменим вот эту карту. Ближний бой. Окей. Окей. Все. Меня устраивает такой вариант. 14 карт. Не так много у него. Вроде бы не сильный. Особо соперник должен быть, я надеюсь. Проверим. Его сейчас. Отправим в бой. Тебя. Чем он ответит? Через какую ветку он пойдет? Мелкий. Сразу появляется дубликат. Наш ход. Артиллерию предлагаю оставить напоследок. У вас способность. Прочная связь. Выложите рядом с картой с тем же названием, чтобы удвоить силу обеих карт. Ну давай, иди сюда. Такого же названия мне в любом случае нет. Идем через пехоту. Сразу видно. Шпион. Выложите на поле вашего противника. Сила карта добавится к очкам вашего противника. И возьмите две карты из вашей колоды. Ааа, окон. Прикольно. То есть мы усилили противника, но за это взяли две карты себе. А вот этот нафига нам нужен? Туман. Это что? Дальнобойных отрядов. У него дальнобойных нет в любом случае. Артиллерию. Погнали использовать артиллерию. Ну вот и стрелки. И Гоша. И Гоша, и Гоша. Элементаль земли. А вот и пошла артиллерия, кстати. Шестерка еще. Нехило. У тебя хорошие карты, я смотрю, есть. Но он пасовал. Я пасую, и первый раунд я взял. Все, пасуем. Чудович, одна случайно выбранная карта остается. Блин, солнце взял. Она мне сейчас вообще не тарахтела. И у него недальнобойный отряд остался. А вот сейчас, похоже, мы проиграем раунд. Гарпия. Выкладываем все, что есть. Грифон. Можно пасануть. Конечно. Умение лидера. Он ослабляет себя серьезнее, чем меня сейчас. То есть, умение лидера он зачем-то применил. Дружище, это тебе же хуже. Снижает силу всех дальнобойных отрядов у обоих игроков до одного. Я могу солнце применить. Значит, есть надежда. Но сейчас... Сыграйте эту карту немедленно. Не, просто пасуем, короче. Пугач. Кидает пугача, и мы выигрываем. За счет его просто чудесного, великолепного использования погодных условий. Прям вот... Не победа, а чудо. А что ты сразу за оружие хватаешься? Честно, выиграли. Новый предмет. Времд. Зато я в новую карту получил. Ну что, возьмешь что из готового? Или заказать хочешь? Ну-ка, сделать. Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Может, все-таки... Или прокачать уже пятый левел и взять нормальные доспехи, да? Бронник. Короче, бронник мне нужен другой кузнец. Мне больше по оружию сейчас необходимо. Где-то можно улучшить у тебя доспехи. И оружие. А вот дом запирают. Ремонтный тайничок. Бутылка. И здесь арбалет должен, да, лежать? Вот, арбалет, действительно. Ударный болт, улучшенная кошка, бутылочка воды, книжка и еще одна книжка. Чудеса. Во время различных моих путешествий видел я множество необычных первозданной пущи. Короче, тут текст большой, сейчас не буду озвучивать его весь. Здесь даны описания двух способов охоты на каждую бестию. Либо ищи следы, либо иди по ним и бей мерзость там, где настигнешь. Либо вымани ее на тобой выбранное место и напади там, где у тебя преимущество. Что касается вилохвостов, приманивая их так, так, вбей в землю кол, привяжи к нему козла, затем спешно укройся в ближних кустах. Отлично. Хороший тайник. Как я его не приметил сразу, вопрос прям на века. Арбалет плюс один. Урон, кстати, не особо увеличивается, но радует, что он хотя бы растет у арбалета. Так-то он сейчас незначительный. Торговца еще б найти. Что-то в этой деревушке голяк вообще какой-то. И бандюки здесь орудуют, и торговца нет. И вообще, я пошел выполнять тогда основной квест. Ну что, с вами кашу не сваришь, я так чувствую. С вами скучно и неинтересно. Даже эти точки сейчас не буду чекать. Идем по основному квесту. Подъедь, патла. Негоже ведьмаку ногами лишний шаг делать. В другую сторону. Ну прыгни. Заблаговременно же нажал. Заблаговременно предупредил о изменении движения своего маршрута в векторе. Так, погнали. Так горит это то, что мы поджигали. Причем прикольно, горит до сих пор. То есть не потуху. Не изменилось. Может быть, когда задание сдадим, что-то изменится в этом плане. Все-таки он еще ждет нас под мостом. Мокнет, бедолазин. Влага, огнем этот маг. Ты чудесник, ты действник. Здесь мы уже ничего не интересного не будем. Все, что надо не собрать. Погнали, 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 погнали. Просто проверка. Здесь мы уже были. Через Хармчуэ, ты сейчас пройдем? Да иди, иди, не бойся, платва, ты ведьмак им в глотке перегрызет, если они тебе не понравятся. Может. Эта карта, конечно, побольше, но это вот начинается. Беготня. Туда-сюда. Это что за поселение? Очередной какой-то жрец? Судя по всему. Это самое, да, все правильно. Если ты льешь, может, мерзавцы там не высунутся. Просто крестьяне музыку вот от потеля и поговорить даже не надо. Не, с одной стороны, это хорошо, что с ними так вот со всеми разговаривать. Не нужно это, знаете, вот в играх. Просто мания начинается. Ты хочешь поговорить со всеми, а вдруг они что-то интересное говорят. Не торопитесь! А ну живо! А они на самом деле говорят тебе какую-нибудь фигню вообще бесполезную. Одну и ту же. ничего не меняется. А, это бандит. Хотя это может быть и стража. Да? Хорошо. А ну-ка, давайте проверим. Любопытно. А с вами пообщаться таможено, господа. Ну что? Не подходи! А то будет одним трупом больше! Что тут делает? Что тут творится? Как положено в деревне. Урожай собираем. С хлебным полем закончили, перешли на поле битвы. Трупы кажутся свежие. Кое-кто из этих людей еще минуту назад был жив, я правильно понимаю? Ну, конечно, живы были, хотя и ранены. Знахарь их, может, и спас бы. Только знахаря тут нету. Одни мы. Ну да. Грабители и убийцы. Видите, как красиво новый смотрится. А я не люблю, когда меня бесим. Ну, в принципе, ничего не поменялось. Да? Эээ, перед платвой там не маши своим крюночком и того я бил столпу Ну что, вояки? Неожиданно ты руку подставил. Сейчас, я подожду чуть-чуть. Не стой! Красивый эффект. Эффективный. И вообще все было сейчас правильно. Ну, небольшой диалог вообще не сильно нужен был. Ну, просто зато мы теперь поняли, что происходит, и они сами напросились. А уходить мы не собирались. Правильно? Правильно. Какой-то тут трупы обирает. А с нами не считается. Не делай это! Вообще не делай. Причем на распутье дорога ведет в один и тот же город. Можно и так, и так гнать. А платва вела нас этой дорогой. Погнали тогда... По этой дороге. Давай-давай-давай, платва. Гони. Это что за красные какие-то следы, глина. Медь. Залежи. Шевелись, платва. Погнали. На автопилоте. Странный воздух. Как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. Это дымка. И что эта дымка дает? Каких-то монстров там на горизонте. Ну, это собаки. Причем сражаются они против них сейчас. Блин, я в этот момент накладываю... Люблю я накладывать на себя это охранное заклинание. Как-то оно нафиг не нужно. В момент удара. Чаще погибаю из-за того, что пытаюсь использовать. Чем от того, что я его не использую. Так. Не до восстанавливать очки здоровья. Мы в курсе. На низких уровнях восстанавливается и при медитации. Но это не к нам сейчас. Продолжение следует... Ну, 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 ну мы остались одни а когда одни тоже легче поди прочь не подходи прочь спокойно все уже кончилось только как прежде уже не будет никогда этого не забуду я ищу человека по имени гендрик он живет в этом селе уже не живет схватили его в той хате если бы вы слышали эти вопли господин мой если бы вы только слышали как человек может кричать рассказывай что тут случилось говори по порядку забрали их всех забрали солнце заходило а отсвет алый был как кровь я подумал еще странно даже лягушек не слыхать а а а Не знаю, что там делось. Страшные должно быть вещи. Гендрик кричал, потом молил, а под конец только стонал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто замечательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а здесь собака, наверное, ещё мёртвая, да? Точнее, то, что от неё осталось. А, давайте начнём по порядку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, исправим это дело. Первая постройка здесь. Ну, чё ты перепрыгнуть не можешь? Невозможно сделать. Всё возможно. Было бы желание, Гераль. Было бы желание. Закрыто, нужен ключ. Нифига себе, они ещё запереться успели. Так, в эту хатку заходил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тоже нужен ключ. Латва, он кормится спокойно себя. Тоже не дадут зайти, скорее всего. Хотя вот сейчас было бы удивительней всего, если бы получилось зайти в эту заваленную дверь, да? Хата выглядит так, как будто мгновение назад здесь кто-то был. Чтобы не случилось с жителями, это произошло очень быстро. Нам же там тебе рассказывали. Пришли, заморозили, ушли, схватили. А где убиты? Потому что когда этот видеоряд был, нам показывали убитых. И здесь ещё вышка какая-то. Но я бы на неё сходил, однозначно. Там что-то будет интересно, но сейчас в этой деревушке закончим дела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Без комментариев, да, Герой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь заперто. Кто двери тогда завалил? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если завалили... ...эти участники дикой охоты... ...то зачем? И получается, внутри таким образом кто-то может быть всё-таки? Нет, зачем мне гости переход? А вот и следы. Копыть цах. Вокруг следов лёд. Правда, что ли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прежде чем туда идти... Тут я вижу ещё одну дверь. Куда нам стоит войти? Кучу сломанных граблений собрать. Есть записка. Та, кто знает. Прочитает. Говорят, сперва их было четыре. А, ну... Мать, да, хозяйка лесов пришла из дальних земель. Дочери видели, что край умирает. Такая книжка у меня, по-моему, была уже. Я думал, эта записка будет сейчас относиться, ну, к происходящему. Что здесь случилось и... Как так получилось. Всё, мы здесь были. Теперь идём непосредственно, куда нас ведёт задание. Труб связного. Его пытали. Может, они что-то пропустили. Да, по порядку. Обыщу его штаны. Не гнуться, словно мокрые портки на морозе сушили. Может, он что-то спрятал в кафтане? Холодный, как лёд. Ничего здесь нет. Ну, в сапогах по-любому. Проверю в башмаках. Засохшая кровь. Он спрятал в башмаке ключик. Где-то должен быть замок от этого ключа. Замок от этого ключа. Именно в таком порядке. Кто-б ещё говорил, но... Сам факт. Сквозит. Похоже, под развалюхой есть ещё помещение. Надо бы тут прибраться. Шкуру себе забрал хотя бы? А тут мило. На простой банальный подвал не похоже. И портрет ещё. Возможно, похищена, пропала. Которую мы видели и раньше. Интересно. Причём, кроны здесь не особо подсвечивались даже. Я просто подошёл к сундуку, потому что... Логично, что что-то в сундуке лежало. Или их там просто не видно. По цвету. Подсчётная книга. Плата за мешок зерна. Счёт за древесный уголь. Гендрик выдавал себя за торговца. Здесь что-то ещё. Заметки, спрятанные среди щитов. Ловко. Какие интересные заголовки. Для тебя свечку зажжут специально. Разыскиваемое. Объект появился на Скеллиге. Также его видели в Новиграде. Внешний вид не изменился. Серые волосы, шрам на лице. Контактов с людьми избегает. Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в замке, точнее, в захваченной крепости. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вронице. Ссора с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. Конфликт. Причина неизвестна. Разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Село Подлесье. Надо быть осторожней. За мной наблюдают. Не знаю, кто это может быть. Пес убежал. В ведре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохой знак. Ну вот и все. Они как-то разузнали, что Гендрик ищет Цири. Это мы его и пытали. Я опоздал. Единственная ниточка это барон и какая-то ведьма. Зараза. Думаю, я знаю, какая-то ведьма. Отправиться в замок барона. Но сейчас это уже делать не буду. Записки Генрика. Учетная книга. Плата за мешок. То есть, в принципе, разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Все, что он не диктовал, все. Нам записано. Охота на ведьму. Заданица. Охота на ведьму. Велен. Пятый уровень. Кровавый барон. Шестой уровень. То есть, в принципе, даже дополнительные задания, если только погребальные костры выполнить сейчас. Поговорить с охотником. Седьмой. Тоже можно. А ну-ка, давай поговорить, если с охотником, вернуться. Тем более, он рядышком здесь. Он рядышком. Мы можем через неизвестное место поговорить с этим охотником и уже выяснить, что к чему. Седьмой уровень задания. Это мелочь. Сюда. Для нас как семечки. Да? Шевелить, Плотва. Какой-то навигатор у тебя хреновый. Ты не в ту сторону скачешь, ты в курсе? Но пошла. По дорогам автоматически. Ну. Короче, не доверяйте Плотве, когда она пытается скакать автоматически, да? Как там говорили. Зажали шифты. Не тратится на путешествие. Энергия. Лучше потратить вон чуть энергию. Порой и выйти из такого переулка. А потом уже на трассе доверится автопилот. Есть еще какие-нибудь бандики? Я сейчас с ними порезвился. О! Пожалуйста. Серьезно. Вовремя. Вовремя. Естественно. Блин. Короче, лучника надо пойти загасить. Как в Total War. Убивайте в первую очередь лучников, а дальше все будет просто и легко. А что за тормоза какие-то были странные? А ну-ка давай на контратаке. Еще. 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 Красота. Просил бандиков, получай. Невгальский меч. Надеюсь, все-таки сейчас он получше будет, чем мой. Хотя надеюсь еще найти все-таки оружейника, который создаст мне однозначно оружие лучше, чем у меня сейчас. Это было бы невероятно кстати. О! Плотва! Подождите! Шторы! Шторы, 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 шторы. А вот шторы-то я не использовал. Я даже не помню, когда я их нашел, на самом деле. И это то самое место, которое я хотел изучить. То есть, в целом, сейчас двигаемся к дикому сердцу и смотрим, что у нас получится. Но! Олени пасутся. Поохотятся, что ли, у нас? Хотим, ладно. Не буду с арбалета стрелять и убивать. Ух! Стража! А может быть, опять драка. День добрый. Подержи. Что такое? А, солдаты барона просто, да? А, чего? Ничего интересного. Ладно, пошли-ка-то под шутчиком. Тут осталось, кстати, чуть-чуть дойти. Суды! А кто дочь барона найдет? Без награды не унес. А какую другую дочь барону не надо? А там я несколько. Одну-двух могу отдать. Моя сына! Сын лучше, он сильнее. Ха. Что такое, Седой? Добрый вы. Я смотрю, вы прям люди такие. Единственный момент, конечно, жаль, я на первой карте так и не успел заглянуть к травнице, спросить, ну как поправилась девица-красавица, которым мы ласточку даем. Я ищу Неллина, охотника. Ты его нашел. Чего тебе? Твоя жена пропала? Я ведьмак насчет объявления. Когда ты последний раз видел жену? Пять дней назад, на рассвете. Я выходил на охоту, а она спала. Когда я вернулся, ее уже не было. Ты заметил, что не заметил ничего подозрительного? Можно сама ушла. на себя вела? Нет. Она веселая была, улыбалась, как всегда. Она не сбежала, если ты об этом. Может, она отправилась в соседнюю деревню и забыла предупредить? Нет. Моя сестра никогда не пропадала так надолго. Вы пробовали ее искать? Мы спрашивали в деревне, но ее никто не видел. Должно быть, она вышла, когда все спали. А я сколько раз говорила, чтобы она одна не ходила. Никогда она меня не слушала. Мы с мужиками прочесали лес и следа. Давайте поедем. Я посмотрю в лесу, может, вы что-то пропустили. Поспрашиваю еще людей. Она тут с кем-нибудь дружила? Ганя была, то есть она и есть. Скорее, скрытная. Иногда за детьми кузнецово приглядывала. А в деревне больше всего с Гленной сошлась. С женой мясника. Спасибо. Попробую ее найти. Но ничего не обещаю. Кошмары. Домовые, самовилы. Одуванчик, масло, огонь. Пивко, еды дофига. В принципе, с лакомкой столько еды не требуется. Съел кусок мяса. И все. И на неделю сыпь. И на неделю сыпь. Я сначала к тебе в дом загляну, кузнец? Выточнее, купец. А как же быть с Тимерией? Тимерия. Какой благоденствие и изобилие край. Нет уже Тимерии. Забудьте про нее. Угасли огни в очагах. Померк огонь в окнах. Затупились мечи в ножнах. О, кстати, обалденный вариант семечки, но мне они уже не нужны. Я тогда его докупил. Королевские династии Севера. Ну, книголюб. Что сделаешь? Книжки надо брать, а потом, если что, читать. Сейчас на записи этого делать, естественно, не буду. Покупать будете или смотреть? Всего понемножку. Я бы сыграл в Гвинт, в принципе. На самом деле, напоследок можно и сыграть. Покажу неховаров, а ты сыграл. Напоследок мы сыграем, а потом с тобой посмотрим. Первая карта. Следуйте за подсказками на карте, чтобы найти предметы ведьмачьего снаряжения. О, берем, берем, берем. Пятая эссенция. Нужен для изготовления эликсиров, масел и бомб. Магический предмет стоит прилично, кстати. Ну, вот эту мы бодяку у тебя купим. Остальной хлам... Ну, в принципе, хлам продать и все, да? оружие оружейнику, броню, броннику, цветы, бабе, мороженое детям, заветы я помню. Давайте мусор просто продавать сейчас. Пробел. Пробел. Так, особенный ключ с темирскими рельями. Может быть и пригодится. Прах продаем. Бокал. Шкуру медведя, я думаю, нужно оставить. Она дорогая, но она может и пригодиться. Мне кажется, что шкура медведя это вещь хорошая. Продадим хлам в первую очередь, который вообще никакой пользы не имеет. И денежной ценности так-то по факту мало, я смотрю. Поношенная шкура, весло, старая вещь, шкура, волчья шкура тоже. Можно продать или разобрать на составные части. Лисья шкура. Хоп. 44. У меня перегруз из-за оружия. А, ты только одну можешь купить, у тебя деньги закончились. Хочешь лилию? У меня такого хлама много. Стекло хочешь? Забирай целиком. Забирай все. Денег немного, но все, что есть, все мое на самом деле. Все мое. Брульники надо было продать тогда, блин. Подожди, я что, уровень повысил? 3 очка, ну нет, естественно, уровень не подняли. Сейчас в любом случае урон от быстрых атак, давайте возьмем. Возьмем. Блин. сюда. Я что убрал? Нет, это ночью. Увеличивает максимальное зарплодие. Ну, в принципе, ничего страшного. Давайте лучше урон сейчас наносить. Улучшим все, что можно. Вкачаем в этот навык. Увеличиваем урон от быстрых атак. Прирост очков адреналина. За счет сладкоежки нашего мы будем хорошо восстанавливать. Ну, а способность уговаривать, если что, вспомогательный. Так, я хочу сыграть в карты. 5 монеток. Королевство с севером. А кого ты мне там давал? Карту какую интересную. Там, наверное, лидеры. Фальтес нет. Здесь все так же. Ладно. Королевство севера так королевство севера. Погнали. Зачем я добавил эту карту? Чучело. А че чучело делает? Обменяйте на уже выложенную карту, чтобы вернуть ее в рубку. Это в случае победы, то есть есть смысл использовать. Ну, окей, хорошо, пусть чучело останется. Вы делаете первый ход. Кажется, мне это хорошая партия будет сейчас. любопытная такая ливень. Ливень у нас осадных отрядов. У меня осадные отряды сейчас не будут использоваться. Хотя есть вот они, лекари. Лекари, лекари, ну я бы заменил вот вас. Осадные орудия у меня все-таки в резерве. Выбрать меняем. Ну, баллист раз появилось, уже тогда второго смысл менять исчезает. И давай дождь заменим. Пехоту. Погнали. Север и юг сражаются. Помогает мне шпионом, но берет две карты. То есть по сути если у него по однерке, то мне очень сильно помог. Практически как в предыдущей партии. Кинул мороз и себе же хуже сделал. Опа, противник пасовал, смотрите. Интересная тактика. Вот и чучело пригодилось. Чучело мяучило. Хорошо, пасуем. Такого не ожидал поворота событий. Но мы выривняли. Одну карту вернули, одну взяли за счет того, что раунд взяли. Так что я надеюсь его тонкий ход сейчас не поможет ему. Артиллерия. Давай я ответим детям же. Шпион. Громко сказано. Что ты умеешь? Медик, выберите одну карту из вашего отбоя не героя и не специальной карты и сыграйте ее немедленно. Хм, а ну. шпиона. Давай вот тебя. Причем он может быть нам и будет служить как шпиона может на карте. Хорошо. Сыграл ты и себе и мне. Играем дальше в пехоту тогда. Играем дальше в солдатиков. отвечаем. У него карта вроде бы не сильно мощная. Если я выложу все, то мы должны победить. Если он вновь в погоду какую-нибудь не спорь. С другой стороны я могу если что солнце объявить все умение лидера воспользоваться. солнышко ясно гарантируем себе. Но оставим ее под финал. он что вдруг предпримет. Просто выкладываем все. Все карты выкладываем. А он работает. После дождя он увеличивает количество. Блин тут наоборот мгла. Ну ладно у него больше. У тебя мгла. Еще и осадная. Все вы выиграли. Да у него мгла. Не ясный способность. Почему он так пасовал при первом раунде непонятно. Деньги мы получили. Карту какую-нибудь выиграли. Грифон получили карту. Отлично. гвинт мы обменяли. Сейчас поговорим с красавицей. Еще один торговец. Это солдат барона. Приветствую. Вашим услугам. Откуда вы держите? Трудно сказать. Я уже полсвета обошел. как и я. Как и я. Не лучше это место для бродячего торговца. Доход всегда там, где риск. Война, нищета, но жизнь-то продолжается. А где жизнь, там и торговля. Стоит ли так рисковать ради денег? Так ведь деньги не самое главное. Мне ж на месте не сидится. Вот я и таскаюсь по свету. Вижу новые места, общаюсь с людьми. Вот что я люблю. Ради этого и рискую. Я взгляну на твои товары. И снова карт никаких у тебя нет. Скучно. Скучно. Не торговца разочарования. Прощай. Будь здоров. Надеюсь, еще свидимся. Сомневаюсь. Объявление. Приказ комендата лагеря Невгальской армии Центр. Жители деревни Подлесия и Большие Сучи обязаны явиться к лагерю деревня для несения трудовой повинности в пользу империи. Также извещаем, что список значенных жителей и дни выполнения им повинности можно узнать у старост. Уклоняющиеся от выполнения повинности будут выпороты. Список значенных жителей и дни выполнения повинности можно узнать масло-масляное. Раз, два, три деть не вклад смотри! Проворожи! Про единорога вы не разорвали! Здравствуй, ты гляна? Я. У меня на продаже только хрящики и шпик. Но придется обождать, пока я все разделаю. Ты жена мясника? Сударь, да какой он там мясник? Ой, когда-то, когда мы еще под Новиградом жили, можно было и так сказать. А теперь он павшую скотину разделывает. Пусть и всегда на суп пригодятся. Ну, берете что-нибудь? На самом деле я хотел поговорить про Ганну. Вы, кажется, дружили. Она заходила, бывало поболтать. В последнее время у нее все было в порядке. Не знаешь, куда она могла пропасть? Да нет, она веселая была, как всегда. По-моему, так ее волки сожрали. Последнее время по ночам только и слышно, что волчь и вой. Даже бароновые люди стали нам меньше докучать, потому как волков боятся. Она небось в лес зашла подальше. Ну, за грибами может. Вот на нее зверюги и напали. Спасибо, будь здорова. Любопытная точка зрения, но в диалоге с ней сложно смотреть на природу. Так, ладно, идем дальше. Зайдем в хату, как всегда. Мы проверяем все. Ревизор наш великий и могучий. Почему подсветка есть, а возможности залутать эту верхнюю полочку нет. Справедливо так. Удочка, жемчужина, весло, пиво. И шишки, как у мишки. Ладно, к кузнецу сейчас как раз и идем, но давайте сделаем это уже в следующей серии. Вон, смотрите, боевая девчонка. Возьмем ее в ученики. Сделаем тоже ведьмачку. Великую и могучую. Потенциал, смотрите, огромный. Ну, до следующей серии, друзья мои. С вами был Верус. Всем добра. Пока-пока.